Рассматриваем инструменты выравнивания дальше. На стандартной панели инструментов мы уже рассмотрели инструмент выравнивания, инструмент быстрого выравнивания. И следующий инструмент, который здесь присутствует, это инструмент выравнивания света. Прошу прощения, нормалей. Normal Align. Для того, чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо выделить объект, который мы будем дальше выравнивать. Активировать команду Normal Align на поверхности объекта. Выбрать ту его поверхность, которую мы будем выравнивать. На ней появится соответствующий значок нормали. Дальше нам необходимо указать, к какому месту мы будем эту грань устанавливать. Например, я хочу установить к этой грани пирамиды. Щелкаю по этой грани пирамиды и открывается диалоговое окно Normal Align, которое предлагает нам с вами с помощью двух вкладок выполнить операции Position Offset, то есть смещение относительно текущего местоположения по осям XY или Z. Ну, соответственно, мы можем посмотреть, как это работает. Вот смещение по оси X, вот смещение по оси Y, вот смещение по оси Z. Вернем в начальное положение. Ну, а Rotation Offset это, соответственно, угол, на который мы с вами можем провернуть. Относительно оси является здесь нормали, по которым мы выравним данный объект. В одну или в другую сторону, или Flip Normal галочка, кстати говоря, позволяет нам с вами развернуть объект в другую сторону. То есть в данном случае у нас он будет с внутренней стороны поверхности объекта, по которому мы выравниваем. Вот таким вот образом работает команда выравнивания относительно нормалий. Выделили объект, выделили грань, указали поверхность и автоматически получили выравнивание данного типа объекта. Следующий тип выравнивания называется Place Highlight. То есть дословно это установка источника освещения. Несмотря на то, что данный тип выравнивания предназначается для установки объектов, источников света, мы можем попробовать, как он будет работать в данный момент, например, если вместо источника света будет активен геометрический объект. Ну попробуем опять-таки на нашей пирамиде. Нажимаем на пирамиду и не отпуская левую кнопочку мышки, мы можем двигать по этой поверхности. И смотрите, в зависимости от того, какая поверхность выбрана, наш элемент будет к ней поворачиваться тем или иным местом. Вот поверхность чайника, вот поверхность одной стены, поверхность другой стены и соответствующая поверхность, например, пола. Значит, установка Place Highlight позволяет выравнивать не только источники освещения, но и обычные геометрические объекты. Но, конечно, давайте посмотрим, как с источниками освещения будет работать данный элемент. Вот у нас есть один из стандартных источников освещения. Мы его хотим каким-то образом выровнять. Берем, активируем команду выравнивания и направляем, допустим, на какую-то грань чайника. Ну и в зависимости от того, какой будет эта грань, значит, с той стороны мы с вами и будем получать освещение, установку, вернее, данного источника. Достаточно неплохой инструмент, который позволяет быстро установить источники света в нужных позициях. Не пользуясь остальными четырьмя видовыми экранами, обычно приходится пользоваться для грамотной установки источника четырьмя видовыми экранами. Данный инструмент позволяет существенно упростить установку такого сложного элемента, как источник света. Ну, временно удалим источник света и перейдем к следующему инструменту, который называется выравнивание камеры. Лайн камеры. Ну, в данном случае этот инструмент, он не срабатывает. А, хотя не должен был срабатывать, но все-таки срабатывает. Но немножко похуже работает, то есть нам нужно установить нормаль, куда наша предполагаемая камера будет смотреть, и после этого отпустить мышку. Установка источника света производится в интерактивном режиме. Установка камеры, как мы видим, нет. Значит, ну, давайте возьмем, установим стандартную камеру, куда-то ее направим, выделим ее и воспользуемся для установки на пирамиду. Ну, естественно, желательно, чтобы был вид из камеры. Вот. В таком случае более понятно, что мы будем наблюдать в окошечке камеры. Вот. Активируем камеру, вернее, выравнивание и на стенку устанавливаем. Активируем и на какую-то поверхность чайника. И наблюдаем чайник. Тоже достаточно хороший инструмент, который очень быстро позволяет установить источник, установить камеру и выбрать ракурс просмотра, соответственно, с помощью камеры. И последний инструмент, который здесь присутствует, называется выравнивание относительно вида. A Lane to View. В данном случае, каким образом производится выравнивание? Выравнивание производится относительно активного видового окна. И тот вид, под тем углом, которым мы наблюдаем объекты, является шаблоном для выравнивания. Опять-таки, у нас есть три оси. Мы можем по оси X, Y или Z выполнять выравнивание. Ну и кнопочка Flip, естественно, инвертирует эти три элемента. Например, выставим вот такой вот вид и активируем данную команду. Последний пример насчет выравнивания по виду камеры был немножко неудачный, поэтому рассмотрим выравнивание на основе объекта геометрического. У него есть локальная система координат XYZ. В видовом окне есть глобальная система координат XYZ. Последняя команда позволяет выравнивать локальную систему координат объекта по локальной системе координат, соответственно, вот видового окошечка. Мы можем взять, провернуть на определенные углы наш объект, после чего активировать инструмент выравнивания, и, допустим, вот по оси Y мы выравнили данный объект. Осталось по другой оси выравнивать, например, с этой стороны выравнивать. Значит, по оси Z вот в данный момент мы провернули видовое окно в такое положение, нажимаем кнопочку по оси Z, и в нашу сторону будет смотреть данный объект. Провернули чуть дальше, опять по оси Z, и так дальше. То есть наша окошечка является в данный момент индикатором вот этой системы координат. Вот таким образом мы рассмотрели все инструменты выравнивания, которые здесь присутствуют на стандартной панели инструментов. Благодарю за внимание, развивайтесь с нами, обучайтесь с нами.